Сейчас я вам его покажу, я немножко еще больше расскажу о классическом вбивающем хлопке. Сегодня я не буду вам всю антицеллюлитную тему выкладывать со всеми историями, предысториями и обзором того, что хорошо, что плохо, вы это знаете, лучше меня, я просто уверен. Все узнаете, лучше меня. Значит, смотрите, есть два типа вбивающих хлопка, ну, больше, конечно, но два основных, когда вы бьете по поверхности. Получается звонко, больно, отчетливо и отбивчиво. Отбивчиво. Вы это почувствуете. Кожа сразу вам даст понять, что будьте со мной вежливее. Это по поверхности. А тот хлопок, который я вам сейчас показывал, он идет внутрь. Он хлопок, проникающий внутрь. Не только, понимаете, в чем разница, да? Не только вот ударная энергия по коже рассеивается и тратится на покраснение, нагревание и на болевые эффекты. Ну, и на тонизацию кожи, конечно же. Она идет внутрь и мышца под действием вот этого проникающего удара получает вот такое тектоническое, тектоническое расслабление и тектоническое нагревание. Тектоническое расслабление Сразу руки закраснели, цы пошло до кончиков пальцев. Сейчас еще раз себя похлопаю. Действовать можно как? Если вы хорошо схватите поверхностный хлопок, поймете, как работает, как делается проникающий, то вы сможете сначала поверхностными хлопками себя очень быстро и эффективно разогреть, А потом, как только вы почувствуете, что вы уже разогреты, начинаете, как мы говорим, глубоко и тектонически формировать ударными проникающими хлопками мышцу бедра. И вот такие проникающие ударные хлопки, они на мышце бедра, на ее глубине отлично работают. Если там есть какие-то, понимаете, зарождающиеся жировики, то вот такой жировик, получая вот такое глубинное сообщение, он начинает менять свою программу. Вместо программы формирования и увеличения его объема, он начинает получать сообщение о том, что ему надо рассасываться. Это очень круто! Субтитры создавал DimaTorzok Это будет через видео понять нелегко, поэтому либо придется доходить через практику, либо приезжаете на наш майский семинар и мы в курсе массажа, у нас трехчасовой курс массажа, все это успеем показать. Вот вы эту энергию не только почувствуете, вы ее скопируете и возьмете себе. А если вы научитесь вытягивающим хлопкам, то это будет, ну скажем так, вторая половина вселенной. Я сегодня в этом видео не буду подпедалировать тему эффективности вот этих вытягивающих хлопков. Почему? Потому что я не уверен, что вы по видео этому научитесь. Поэтому, чтобы у нас не было там избыточных ожиданий, ведь большинство из вас не приедет к нам на семинар не только в мае, но и никогда, да? И чтобы у вас не было избыточных ожиданий, мы этого сейчас с вами проходить не будем. Но это я говорю, чтобы вы знали. Это так же, как есть инь и ян. Есть туда, а есть оттуда. Понимаете? Есть фаза и есть ноль. Это важно для нашего канала, и мы вот эти противоположные тенденции помечаем с вами в каждом видео. Это так называемый вытягивающий хлопок, вынимающий. С помощью этого хлопка мы словно вытягиваем из своего бедра что-то, какое-то нечто. Поскольку вытягивающий хлопок немножко сложнее, чем хлопок вбивающий, то я его делаю одной рукой, потому что, ну, советую вам начинать с одной руки. Вам как раз концентрации хватит на одну руку. На две может не хватить. Вытягивающий хлопок вам может быть непонятен через видео. Ну, что делать? Если приедете на майский семинар в Сербии, то я вас похлопаю вытягивающими хлопками, вы друг друга ими похлопаете и эту технику разучите. Она фантастическая, фантастическая. Чем она отличается от вбивающего хлопка? В том, что вбивающий хлопок, он формирует, формирует на ногу, формирует на мышечную ткань, делает ее более плотной, упругой и молодой. А вытягивающий хлопок, он наоборот, он нашу ногу способен разобрать вот те структуры, которые уже так спрессованы, что разукрупнить, чтобы нога могла пересобраться природную и правильную мышечную конфигурацию. И потом, вот этими руками еще можно себя полечить. Они же такие стали, а? Вот, не только в бедрах сейчас, покалывание, гуд, гудит, да, кровиток. То есть фантастика, в бедрах фантастика. И еще вот такие руки у нас получаются. И эти руки, кровь серьезная. Кто там хотел волосы выращивать? Вот, выращивайте волосы. Выращивайте волосы. Снимается все. Такими руками снимается и выращивается. Это фантастика. Сами это встраиваете, достраиваете. Значит, что нужно только вам здесь, вот в этом ударном массаже учесть, в том, что я хлопаю себя. Так. Как? Вот мне этого хочется. Как мое тело уже готово. Как мое тело позволяет. Я могу сильнее себя хлопать. Я себя и предметами хлопаю. Могу хлопать, у меня синяков не остается. А вот вы, вы смотрите. Да, синяк это тоже никакая не дикая проблема. Наоборот, я считаю, что синяк вам наздоравливает. Но опять же, смотрите, без фанатизма, без фанатизма. Без фанатизма. Начинайте по чуть-чуть. Попробуйте не на силе удара это делать, а на его проникающих свойствах. Да, вот на развлечение ударной техники. И еще, помните, в антицеллюлитных программах есть еще технологии лечения ультразвуком. Да, вот менее известно и инфразвуком. Поэтому имейте в виду, что когда мы говорим об ударном массаже, звук тоже имеет важное значение. Вот вы этот звук должны слушать. Звук это интересно. Лечите себя правильным звуком. Какой правильный звук? Ищите. Ищите и обрящите. Пересмотрите видео еще. Это видео можно посмотреть несколько раз. Я специально стараюсь сейчас его не наполнить своими объяснениями. Посмотрите, послушайте. Несколько раз посмотрите. На курсе массажа на нашем майском сервском семинаре будет не только это. Мы постараемся за 3 часа дать такие массажные техники, которые А. простые и Б. максимально эффективные. Максимально эффективные. С вами был Мастер Го. Посмотрите еще раз мои хлопки. И до следующих включений. Любим вас на канале Мастер Го. Субтитры сделал DimaTorzok